Сегодня мы в статистике, будем там всякие средние дисперсии, среднекатологические отклонения, коэффициент вариации, кривообеспеченности, но это будет все как, это все важно, это все нужно, это все прямо вот уже все, мы начинаем немножко контактировать уже с живой, той реальной статистикой, которая нам нужна в изысканиях. И дойдем до обеспеченности, до обеспеченности эмпирической и до обеспеченности теоретической. Так, коллеги, еще одна минута. И все, и будем во всеоружии, потом уже будем этими терминами пользоваться так, походим, потому что, может быть, я старался изо всех сил, не знаю, как получалось, но я старался вот в предыдущие дни не использовать эти термины статистические, которые мы... еще не проходили. Если для новичков, чтобы оно не было, что там, начинаем использовать термины, которые еще вообще не объяснялись. Поэтому сегодня вот объяснимся по этим простым терминам, и все, и дальше уже будет использовать вовсю Римма. Ну вот, называется для новичков вебинар. Здравствуйте, Римма. Так, 9.00. 7 человек. Все написались. Здравствуйте, коллеги. В зависимости от того, насколько быстро пойдем, я даже планировал и подготовил, и, может быть, уже буду вот эти простые вещи, которые сегодня посмотрим, уже показывать в Excel. Потому что я работаю только в Excel, я в других программах статистических, гидрологических не работаю, и этого достаточно как-то, всегда хватало, и все нормально. И это я вам и расскажу, это я вам и передам, на случай, если вот у вас тоже нет других программ, там программа статистика, программа гидрорасчеты Ломанова, или там вы не программируете это на языке R, R, да, или на языке, там, Python или Pascal, то вот оказывается, Excel достаточно. 9.01. Поехали. Так, итак, мы остановились на, мы чуть-чуть вот начали статистику в прошлый раз, и, в общем, считаю, что не начали, все, что мы там сказали, что у нас вот есть какой-то разброс разных характеристик, какая-то вот совокупность, и сегодня мы будем использовать термины и генеральная совокупность, вот, это такие, все возможные релизы, реализации нашей характеристики, а если в применение к нашей гидрологии, это непонятно что, потому что мы их никогда не знаем, мы их никогда не узнаем, и непонятно, как их учесть. И там много других проблем, о которых мы пока не говорим, мы пока не говорим, есть ли там тренды, есть ли там циклы, как их учесть, нужно ли их учесть, учитывает ли их вот та статистика, которая используется в гидрологии, в СП-33101-2003 и во всей остальной гидрологии. В общем, ответ будет очень интересный, ответ будет такой, что не используется. Но это мы еще впереди поговорим, там будет у нас это, когда мы будем работать с реальным рядом, потому что сегодня, может быть, успеем в Excel показать, но это будет такая вот игра, просто демонстрация. А вот уже когда потом с реальным рядом будем работать, там уже будем обсуждать вот это, что? А то, что мы не с рядом работаем, не с последовательностью на самом... Точнее, мы иногда будем пытаться работать как с последовательностью, но в целом та статистика, которая вот сегодня будет, и та, которая базовая, и та, которая... Там вот эта непоследовательность, это не привязано к времени, это просто куча данных. Например, если есть 30 значений, это просто 30 значений, они в никакой последовательности. Точнее, мы их сами потом ранжируем, ранжируем от максимального к минимальному, и вот с этой кучей работаем, не говоря, в каком порядке они сделаны у нас. То есть, вот статистика, она не привязана к последовательности. Статистика, это просто взял кучу, перемешал, и вот с этой кучей работаем. Вот такая статистика реализуется в современных гидросчетах, и может быть, когда-нибудь в конце мы еще поговорим там, что о том, что... А как же вот можно ли это исправить? Можно ли это улучшить? Но это не сейчас. Это уже потом, потом, потом. Мы поговорим об этом. Можно ли учитывать тренды? То есть, мы эти термины пока с вами не произносили, да? Да. Мы пока все еще вот реально сегодня для новичков, коллеги, поэтому старичкам будет неинтересно. Зря вы пришли. Сегодня вот... Мы сегодня что? Сегодня мы вот... Ну, я термина это и скажу, но если они прям для вас не знакомы, это самое то, потому что к концу как раз вот мы с ними познакомимся. Это, ну, амплитуда, отклонение, среднее отклонение, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, кривая обеспеченности, обеспеченность эмпирическая, обеспеченность теоретическая. Вот мы что сегодня сделаем. Это затравка. А уже продвинемся вот по ним. Поэтому, 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 вот тут мы с вами начали в прошлый раз и закончили. Что среднее мы всегда... Это уже как бы и что тут объяснять про среднее? Среднее мы, значит, взяли все в кучу, вот из этой кучи, из этой выборки. И вот если вот... Как вот по-настоящему статистику рассказывать? По-настоящему статистику надо рассказывать так, что у нас есть вот эта так называемая генеральная совокупность, вот эта бесконечная или какой-то, ну, может быть, оно конечное, кстати, но вот полный набор всех объектов. Например, например, если там мы хотим обработать данные по людям там в каком-нибудь городе, то мы должны вот всех людей взять и всех людей там измерить. Назначить какие-то характеристики от них получить. И вот обработать вот это все многообразие. Но мы работаем с выборкой, а выборка что? Это частичка. Это взяли сколько-то? Там из миллиона взяли 100, из миллиона взяли 1000, из миллиона взяли 30. И вот по этой выборке начинаем работать. Вот мы с вами об этом почти что не будем говорить. Мы будем работать только вот с этой выборкой и просто с ней будем работать. В гипотетическое такое предположение, что вот эта выборка, вот эти 30 наших лет, вот эти ряд из 30 значений, там, среднегодовых расходов воды, вот мы с ним на самом деле и будем работать. Мы не будем вот в той вот настоящей статистике, как это связано с той генеральной совокупностью. Но вообще поговорим. Мы поговорим, 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 но это впереди. Поговорим о том, что насколько вот точна, насколько приближено те характеристики, которые мы получаем по короткому ряду. Как они могут соотноситься к тому большому, длинному ряду, то есть той генеральной совокупности. Это впереди мы еще поговорим. Сегодня этого ничего не будет. Сегодня мы будем работать вот с этой вот выборкой и вот с ней работать. И все. И там, ну в общем, а когда вот будем потом говорить о том, как это перенести вот на все многообразие, тех гидрологических процессов, которые мы хотим учесть этим коротким рядом, это впереди. Это уже будет чуть-чуть более продвинутая статистика. И там мы это с вами ответим на разные вопросы. О стационарности, о неизменности или изменности рядов во времени, о оценке соответствия вот этого короткого ряда вот этому длинному, по характеристикам средним там всяким целые, по соответствию тому выбранному закону распределения. Ну вот я сейчас слова эти не буду говорить. Поэтому пока среднее. Со средним мы разобрались. Вот тут мы где-то остановились, да, мы выяснили, что оказывается, кроме среднего, мы-то среднее, и ладно, среднее вообще вопросов нет, да. Со средним легко, потому что среднее вот даже определенное по вот вашему набору, оно вот как-то отражает среднее из того вот бесконечного ряда, или по конечному, но очень большого ряда средних, но отображает, правда, с ошибкой. Вот, поэтому со средним хорошо, а вот с другими характеристиками посложнее. И вот у нас выясняется, что оказывается есть разброс, и вот слева наш типичный гидрограф, это слово мы уже знаем, когда у нас по горизонтали какое-то время, секунды, минуты, года, и мы года очень любим, потому что в гидрологе именно так и сделано, что бывает по-разному, но очень типично, когда у нас вот именно годовые значения, вот за год, за один год, за следующий, за следующий, за следующий, и вот такой набор разных годов и соответствующих значений, в нашем случае это расходы, пока любые расходы, потом уже мы с вами поговорим, что вот именно любые, вот как не любые, а вот те, с которыми мы занимаемся, если мы занимаемся среднем многолетними, значит это вот они, среднем многолетний за один год, не среднем многолетний, а среднегодовой, Средний годовой за следующий год и со всей совокупностью среднегодовых мы можем получить среднее и получится среднемноголетнее. То есть мы можем здесь нарисовать одну горизонтальную линию, сосчитать, сложить все это в сумму, разделить на количество членов ряда и получить, скажем, здесь 240, например. Или здесь 240, ну надо было мне здесь эту линию нарисовать, ну или она совершенно очевидна. И другие картинки, конечно, будут такие, где написано и среднее. Вот, поэтому со средним вопросов нет. Теперь мы идем дальше. Теперь мы говорим сегодня, вот сегодня много будем говорить вот об этом разбросе, об изменчивости, о том, что за каждый отдельный год вот это средне-многолетнее значение, вот это и характеристики, оно вот оказывается не соответствует среднему. Оно то меньше, то больше, то меньше, то больше, то немножко меньше, то немножко больше, то много меньше, то много больше. Вот такая вот изменчивость. и что же мы хотим, мы что мы делаем мы сворачиваем вот это многообразие, вот этот ряд из 30 значений мы начинаем с ним работать потому что если мы вот этот ряд отдадим проектировщику за 30 прошлых лет, он скажет нет, это мне не надо ты вот мне дай вот особую вещь сегодня мы до этого обязательно дойдем, сегодня это конец вот этой элементарной статистики мы дойдем до понятия обеспеченность обеспеченного значения или обеспеченные с разной обеспеченностью значения и потихонечку будем продвигаться и поймем что это такое, коллеги, поэтому если вы старички то сегодня это все что будет можно сегодня не слушать то есть вот начинаем работать с этим рядом таким специальным образом и вот как слева, будем и как слева тоже работать но обычно вот сейчас вот в статистике мы будем работать с этим рядом как справа Что это? Это ранжированный? Ранжированный. На этом мы в прошлый раз остановились. Вот тут и среднее я тоже нарисовал, и тут среднее. И видите, это среднее, оно одно и то же. Ну понятно, потому что это один и тот же набор данных. Просто здесь эти данные выстроены по последовательности, по годам, а здесь они ранжированы, выстроены по другой логике, по возрастанию. Ну и по возрастанию у нас больше не будет. Точнее, по возрастанию будет. По возрастанию от меньшего к большему будет вот в классической статистике такой. А у нас в гидрологии наоборот. У нас мы ранжировать любим наоборот. Мы любим сначала самое большое, и потом меньше, 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 меньше. То есть у нас будет не возрастать. Да здесь даже надо было написано не год, а вообще порядковый номер, да? Это вот ошибка моя. Вот по оси абсцисс, слева направо. Ну это год, просто такой вот год, он не привязанный к номеру конкретного года. Это как бы просто один год, вот это просто следующий год, один-два. Поэтому, кстати, как бы здесь год по порядку летоисчисления, а здесь год по порядку просто нарастания один, второй и третий год. Ну или можно сказать, что это просто порядковый номер вот этого значения. Так, и вот эта изменчивость, она может быть разная.